Глубинные. Так, это ладно задание. То, что нашей целью является теперь расчеты глубинных, тоже все понятно. И три метода, коллеги. Ну, попробую сегодня рассказать первый метод, который называется метод совмещения поперечников, который используется когда? Во-первых, когда у нас есть исходные данные для построения поперечников, то есть промера глубин. Второй метод будет тоже самое, тоже промера глубин. А третий, это когда вот как раз промеров глубин нет. Ну, это уже завтра расскажу. Вот, поэтому первое, это должны быть промеры глубин. Второе, это должно что-то двигаться внутри русла, коллеги. Это я буду сейчас рассказывать. Первый метод, то, что называется условный метод гармошки, официально называется метод совмещения поперечников. Вообще-то я могу вас особо не рассказывать, потому что он более-менее как раз прописан на мотивном документе. Я даже, может быть, как раз остановлюсь на неточности, которые там прописаны. Вот, потому что там можно прочитать основу, но в то же время поймем, что там неправильного. Когда нельзя использовать метод гармошки? Когда у нас не сползает что-то внутри русла, а само русло меандрирует, извивается каким-то разным способом. Вот это второй метод, когда меандрирует, это будет второй метод. Коллеги, сейчас первый метод. То есть, когда и промерка воды есть, и что-то сползает вниз. Вот это, гармошка совмещения поперечников. Какие-то реки, коллеги, вот это очень важный такой момент. Это, понятно, прямые и относительно прямые реки, когда плановой деформации у них особенно нет. Хотя сами планы деформации все равно могут быть. Вполне может быть прямое русло, которое потихонечку сползает влево, или потихонечку сползает вправо. Коллеги, вот этими плановыми деформациями мы занимались до всей этой секунды. Теперь мы о плановой деформации не говорим. Мы теми методами рассматривали плановую деформацию. Сейчас мы уже будем заниматься глубинными, донными, вертикальными деформациями. Прямые реки, где что-то сползает вниз по этой прямой реке. А также извилистые реки коллеги, которые извилистые, но не мегрируют. Которые тоже извилистые, но по ним тоже что-то сползает по этим извилистым рекам. Это где применяем. Сейчас вот это иллюстрации будет. И то, что нам нужны исходные данные в виде каких-то сведений о глубинах, которые можно взять с навигационных лотцинских карт. Даже бывает на всяких кругомасштабных картах, обыкновенных, географических. Или непосредственно вы сделали промер какой-то, мелко-крупномасштабный, разный. Главное, чтобы были сведения о глубинах. Потому что мы будем сейчас делать поперечники. И эти поперечники нам нужно делать по этому промеру глубин. Так, и это будем использовать для прямых ряд. Вот таких вот, где типы шлопроцесса вообще-то в рамках этого вебинара я не рассказывал, но рассказывал прямо там, когда были укручены. Сейчас чуть-чуть, капельку повторяю. У нас могут сползать ленточные гряды, могут сползать помощники. А также, коллеги, как ни странно, вот это. То, что примерно мы сегодня рассматриваем. Слово Мурканс. Можете сползать хаотически. Это вот те прямые. Или, относительно извилистые, или даже извилистые русла, но которые развиваются вот по этой схеме. По схеме, что там что-то сползает вниз. Сколько должно быть поперечников для таких расчетов? Отличный вопрос. Сейчас как раз на это я отвечу. Вот эти относительно прямые реки. Вот. Сколько? Сейчас сначала не сколько. Сейчас сколько. Сейчас. Тут будет три связных вопроса. Первый вопрос будет, сколько поперечников. Второй вопрос будет, какое расстояние между поперечниками. И третий будет вопрос. Как далеко эти поперечники делают? Так. У нас есть ленточного рядовый тип, побочневый тип и осередковый тип. Делаем какую-то условно рукой, просто не глядя, какую-то среднюю линию. Условно. От руки рисуем. Берем наш твор. И пока гипотетически отхватываем. Вот сколько, пока не говорю. Что делаем потом? Потом. На каждом из этих поперечников рисуем поперечные сечения. И потом их все собираем. Коллеги, все их собираем к себе. Вот если у нас было много разных поперечников выше, мы все эти поперечники накладываем таким образом, чтобы это был, перенесли в наш твор. И таким образом, собрав все их в кучу, получаем вот такие штучки, которые в крупном виде выглядят примерно так. Теперь вопрос, как их накладывать влево-вправо, я уже рассказал. Это по условной осевой линии, коллеги. Влево-вправо вопросов нет. Даже если вы ошиблись, ничего страшного. Это мы тоже сегодня поймем. Потому что не суть. Можно сдвинуться влево-вправо, ничего мы не потеряем. Почему? Могу про принцип прямо сейчас сказать. Потому что на нас ценностью является сведение о самых глубоких отметках, коллеги. И абсолютно никакой ценности не представляет, коллеги, вот это. Вот что тут влево-вправо как сдвинулось? Почему? Потому что здесь, занимаясь глубинными деформациями, мы плановые деформации не оцениваем. Мы плановые деформации оцениваем теми методами, которые мы уже с вами очень хорошо рассмотрели. То, что мы рассмотрели раньше. Теперь, сейчас потихонечку перейдем к вопросу Татьяны, сколько поперечников должно быть. Сначала понимаем нашу цель, коллеги. Выясняется, что нашей целью являются даже, в общем-то, не все поперечники. А те самые глубокие поперечники. И уж если раздухариться и сказать уж совсем правду, коллеги, то нам нужны даже не сами поперечники. Нам нужны самые глубокие отметки с этих поперечников. Сейчас потихонечку перейдем к этому ответу. Так. Так. Ладно, это я не буду рассказывать, чем отличается меня, Андрей, еще и от... Сейчас, коллеги. Вот. Все то же самое, что я вам уже рассказал, коллеги, на прямых реках. Все абсолютно то же самое делаем на извилистых реках, которые не меандрирующие. Не которые развивают свою степень развитости, как свободное меандрирование, или сползает излучины вниз по долине, как при ограниченном меандрировании. А у нас такая полумертвая излучина, которая практически не деформируется в плане. Но в ней, в этой излучине, сползают вниз, коллеги, полумочные, вот как здесь, да? А середки, как вот здесь вот. Или ленточные гряды, как вот здесь. И мы теперь рисуем такую же осевую линию, но по середине вот этого вот извилистого русла. И делаем поперечники, но уже, коллеги, здесь мы, видите, здесь делали, в общем-то, мы непонятно поперек чего делали. Потому что русло примерно прямое, поэтому мы делали примерно поперек какой-то общей линии или поперек русла. В общем, мы об этом не задумались, коллеги. В данном случае, коллеги, задумаемся и делаем поперечники на таком извилистом русле поперек этого извилистого русла. Поперек той осевой линии, которую мы с вами нарисовали. И точно так же собираем поперечники уже по этой извилистой. Вот рисуем все эти поперечники по этому извилистому урослу, вот, и все собираем сюда. Все. Сейчас придем к... Так. Нет. Ладно, сейчас я где-нибудь здесь расскажу. Теперь три вопроса. Первый вопрос. Сколько поперечников? Я в третий, как сказать, в третий, как сказать, порядке на него отвечу. Сначала отвечу на два других вопроса. Первый вопрос это, как часто они должны находиться? Как часто? Коллеги. Обычно делается примерно какая-то доля от ширины русла. Если ширина русла 100 метров, то делается примерно там через 30, 40, 50 метров. Это, если мы должны дать свою задачу своему коллеге, который не очень хочет разбираться, он просто умеет работать с цифровым рельефом местности, мы говорим, а, делай почаще, делай через 30 метров. Все. А в чем суть, коллеги? Суть состоит в том, чтобы они проходили через самые глубокие места, коллеги. Вот нам нужны те поперечники, которые проходят через самые глубокие места. Все проминуточные у нас будут просто, ну, холостой выхлоп от них. Все проминуточные, которые более мелкие, будут неинтересны. Поэтому, если мы глазом можем наметить свои поперечники сами, то можно их просто взять и наметить прямо в одном плюсе, в другом плюсе и в третьем. Но обычно, ну, как, и делают, и не делают. То есть, это не означает, что я вам так советую делать. Или рекомендую, или даю такой алгоритм, что делайте поперечники только в плюсе, а на перекатах не делайте. Нет, коллеги, делайте везде. Надо, чтобы в алгоритме у нас сидел все-таки самый-самый такой, ну, прочувственный случай, а вдруг все-таки там где-то что-то пропустим. Вот, поэтому ответ на вопрос, как часто, как, все равно, сколько, все равно, как часто, главное, чтобы мы попали на самые глубокие места. Теперь второй вопрос. Перед тем, как перейти к вопросу Татьяны, третьему, мы, второй вопрос, как далеко, коллеги, вот как далеко вверх мы должны делать эти поперечники? На ширину русла, на 10 ширин, на 100 ширин, до истока, до куда вообще? Есть очень хороший ответ. И он прописан в этим документе. Называется, что расстояние равно скорость умножить на время. Время – это у нас расчетный период, скажем, 30 лет. Что такое скорость? Скорость – это скорость смещения мезофорум вниз по течению реки. Например, у нас мезофорумы смещаются на 100 метров в год. Мы берем 30 лет, умножаем 30 лет на скорость 100 метров в год, умножаем 3 километра, да, 3 километра. Вот, значит, к нам за расчетный период 30 лет придут формы, которые находятся на расстоянии 3 километра. Вот. Это если очень формально так подходить. Нам, во-первых, нужно эту скорость определить. Скорость непосредственно смещения мезофорум. Вот этих наших вот осериодков, колобочней, ленточных гряд, надо определить. Как? Для этого нам нужны разновременные русловые съемки. Мы цифровые модели рельефа накладываем. То есть, перед тем, как нарезать поперечники, докуда, мы должны выяснить расстояние, докуда мы должны нарезать. А для этого должны выяснить скорость, а для этого должны иметь русловые съемки, должны их наложить, эти цифровые модели рельефа съемок, да, увидеть, определить одноименные помощни, увидеть, как он сместился, определить эту скорость, ага, скорость такая. Затем он может на расчетный период 50 лет, например, и сказать, о, к нам придет помощник, который расположен вон там. Это, как сказать, уж слишком жирно, да? Вряд ли у нас все это будет. Вряд ли у нас будут разновременные съемки, по которым мы можем определить скорость сползания мизофором. Если будут, то отлично. Когда мы выясним скорость сползания, мы получим какое-то ужасное расстояние. А может быть, не уж, коллеги, а может быть, не ужасное. Может быть так, что вам надо на 30 лет дать расчет сползания в словах мизофора, например, там, в низове хамура, и там может быть так, что вот этот овощень гигантский, длиной там, 3 километра и шириной там, пол, шириной русла, пол километра, он может так, что он за 30 лет переместится там, ну, скажем, на километр. То есть он как бы останется на своем же месте, просто он передвинется. Вот, то есть это уже хорошо. То есть в таких случаях мы можем получить все, что угодно. Если мы... Это хорошо, когда заранее знаешь скорость. Да. Вот. Обычно мы скорости смещения мизофором вниз по руслу вообще не знаем, поэтому мы его должны определить. Если это что-то суперответственное, какой-нибудь вот забор города Хабаровска, то там этих русловых съемок каждое весно, каждую осень, каждое лето, там их огромное количество, разных масштабов, за последние 100 лет их там можно очень насовмещать и получить, в общем, бесценные знания. Часто бывает, что и все не так. Вот. Поэтому попытаемся найти ответ, но вопрос, как далеко же делать, коллеги? Коллеги, вот... А я его вам обратно отдаю. Вы сами решаете, как далеко делать. Там, скорее всего, определить точно не будет невозможно. Поэтому, если это какое-то активно что-то движущееся вниз, то есть вот остров вот на том участке, который мы только что рассматривали в Рим, вот этот остров, который под мостом, вот что? Было он раньше или не было? Это ли это форма такая, которая приползла? Если она приползла, значит, она уползла. Или это что-то такое довольно устойчивое, какой-то остров. Вот мы не знаем. Надо выяснить. Соответственно, принять свое такое вот решение. И всеми своими проблемами делимся в отчете с экспертом. Не стыдимся абсолютно писать, мы поняли, что вот такое-то, или мы не поняли, что такое-то. То есть, ну, может быть, там, диапазоне такого-то, пишем там все свои вот эти возможные разбросы. И потом принимаем какое-то сломанное решение. Если к нам за 30 лет расчетных в будущем приползет что-то с разумного такого-то расстояния, расстояние там 300 метров, или 500 метров, или 2000 метров, то так и делаем. Если же мы выясняем, что там все двигается очень быстро, и нам надо рассчитывать, брать, поперечники нарезать там на 10 километров вверх, а река шириной там 200 метров, ну, нереально, да, очень далеко. Тогда, коллеги, принимаем сломанное решение и делаем, в общем, на том, что есть. Вот что есть, на том и делаем. Все. Соответственно, переходим к ответу на вопрос Татьяны, сколько поперечников. Коллеги, если мы определили расстояние между поперечниками, которое, как вы понимаете, может быть практически любое, главное, чтобы мы взяли то, что можно. Ну, предположим, 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 там на полширины реки делаем. Вот у меня здесь нарисовано на ширину реки, да, видите, ширина реки и расстояние между поперечниками, условно, ну, это как бы как иллюстрация, в принципе, потому что слишком густо были бы, да, примерно на полширины, ну, даже это редковато будет. Коллеги, самое главное проследить, чтобы наши поперечники попали в самые глубокие места то есть может быть сколько угодно поперечников предположим 20 но 2 должны быть попасть плюсы и может быть не 2 а если у нас там 4 плюс значит должно быть там 4 поперечника которые обязательно должны пройти самые глубокие места этих 4 плюс и потом мы пришли к выводу что эти 20 поперечников этих четырех плюсов это примерно там на реке шириной 100 метров это может быть там 700 метров 700 метров и мы делим одно другого у нас есть 700 метров и на этих значит мы будем делать как через каждые 30 метров на реке шириной 100 метров будет на 100 метров 3 поперечника мы решили делать на 400 метров и значит у нас получается 43 там 12 поперечников вот то есть коллеги количество поперечников может быть практически любое и 5 и 50 вот в данном случае вот предположим 12 вот поэтому вместо того чтобы там взять и так вот по умному четко ответить на вопрос да сколько много 3 я начинаю тут всякое умудреть коллеги в реальности именно так и происходит в реальности вы сами принимаете решение как далеко будете эти дела поперечники как часто быть идем в поперечнике соответственно отсюда у вас получается количество этих поперечников вот такой вот ответ или не ответ на очень правильный очень хороший вопрос всего теперь я быстренько закончим зато брать в одной системе который не воды а вот блестящий вопрос очень очень хороший вопрос и есть очень хороший ответ значит нам поперечники нужно потом наложить друг на друга накладка у нас происходит по горизонтали влево вправо этот ответ я вам уже дал делаем по условной средней линии у нас есть среди линии на каждом поперечнике и мы в поле условной средней линии накладываем теперь вопрос по высоте задан очень хорошо потому что в нем есть ответ в одной системе или от уровня воды от уровня воды если уклон на участке какой-нибудь реки там равнинный ничтожный и вы на километре берете эти поперечники и у вас перепад на километр нам скажем пять сантиметров то тогда этот вопрос снимается вам все равно пять сантиметров это будет точность вообще всякого измерения можете просто сделать просто переноску просто в системе какая-то вы знаете по отметкам все собрали и не задумывайте все буквально если же уклон есть он нормальный такой хороший тогда от уровня воды то есть мы переносим коллеги не отметки а глубины у нас есть у вас есть какая-то какое-то дно вот мы берем глубины переносим в наш расчетный створ уже глубины соответственно в метр вбс это все съезжает вбс и не смотрим вот от уровня воды отлично то есть механизм назначение поперечников совмещение поперечников вроде бы понятен до коллеги ну и начинать надо того чтобы был исходный этап теперь все это каким-то образом написано в эти документах я сейчас особенно обращу внимание что там неправильно коллеги что там неправильно коллеги вот это рисунок из сэн вот у нас есть много много поперечников и потом на основе них мы рисуем называется огибающие огибающие вот и называется это как раз тот самый ппр вот которым мы и занимаемся коллеги нам из всего этого из всех этих поперечников что нужно во первых нужен поперечник с самой глубокой отметкой и вообще все остальные уже не интересны вообще на тем вот этой на этом поперечнике самый глубокий отметки нам нужно вообще только эта сама отметка поэтому все эти рассуждения наши о том сколько поперечников брать как далеко как часто и все оказывается бессмысленным принципе мы могли просто взять глазами выбрать самый глубокий поперечник выбрать там на этом самом глубоком поперечнике самую глубокую отметку и просто именно по уровню воды по глубине перетащить эту глубину в наш расчетный створ в общем то можно было действовать и так но сейчас у нас уже все формализовано сейчас у нас цифровые модели рельефа есть поэтому делаем много поперечников все их собираем и вот затем здесь много неверности коллеги ну так как здесь есть другая неверность о которой потом расскажу сейчас так как здесь здесь у нас обращено внимание вот на эти боковые штучки коллеги мы с вами вот эти боковые штучки не рисуем почему а потому что мы с вами их рисуем мы с вами их рисуем проходит завтра швы снимают вроде уже не такой страшный боковые штучки мы с вами рисуем в предыдущем разделе который называется плановой информации вот вот наложение карт которые вот мы сейчас смотрели в рим вот там коллеги оттуда мы берем с вами плановое положение возможного смещения и вот эту боковую часть от профиль определенного разного коллеги тут неправильно вы залезаете на мотивный документ видите вот этот пример вот нижнюю часть делаем таким образом бокового не делаем igers берем здесь написано что планы информация берем из предыдущего раздела из предыдущего подраздела в разделе по условным процессом а какие тут еще в рынке коллеги вот этот больше получается вот эти боковые штучки не делаем коллеги боковые штучки мы берем зап centres K Но тут есть еще всякие другие штучки. Вот, коллеги, вот здесь я нарисовал. Вот, что вот эти вот боковые штучки, вот эта вот часть, мы берем из плановой деформации. В ВСН написано, вот эта мыть нарисована, что как будто бы боковые части ППР можно взять по совмещению поперечников. Коллеги, нельзя. Почему? Потому что, и предположим, что у нас ширина реки везде 100 метров. Мы их накладываем друг на друга в посевую линию, у нас 100 метров и будет. У нас ось ляжет на ось, левый берег ляжет на левый берег, правый на правый. 50 метров сюда, 50 метров сюда, везде ширина реки 100 метров. И что? И получается, что у нас плановой деформации не было и быть не может? Нет. Мы берем карты, накладываем в предыдущем подразделе и видим, что река там смещается каждый год на метр влево, сохраняя свое плановое прямое состояние. Вот, значит, на 30 лет сместилось на 30 метров. Значит, когда будущий расчетный период 30 лет, она так сместится влево на 30 метров. А из поперечника мы никакого такого знания бы не получили. Вот, еще раз. Ну, в общем, тут опять же написано, план деформации, берем с предыдущего раздела. Все. Теперь. Вот это тоже неправильно, коллеги. Смотрите. Совместили, нарисовали какой-то странный такой поперечник, который вот такой слева и справа на разной высоте. Коллеги, если мы, у нас есть вот такая отметка, коллеги, то что мешает этой отметке быть и здесь тоже? То есть, получается так, что если сейчас вот получилось так, что в правом берегу плесики поглубже, а в левом помельче, то что, так же будет и 30 лет? Может, наоборот, в следующие 30 лет левые плесики будут поглубже, чем правые? Поэтому, коллеги, неправильно. Это пример живой из драмативного документа неправильный. Мы рисуем с вами вот это на одной высоте. Ну, и самый-самый-самый страшный вот это, это то, что вот это, коллеги. В общем, рисуем посредине. Если у нас получилось так идеальное такое состояние, что у нас, совместив формально все поперечники, у нас левые плесики слева, правые плесики справа, то что, между ними всегда будет бугор, коллеги? Может быть, и вообще русло-то перемещается? Может быть, тут есть свои плановые деформации, которые вообще приведут к включению вообще всего этого русла. Соответственно, этот левый плюс, он, левые плюсы, они вообще могут быть в любом месте здесь, или правые, или, в принципе, может быть, такие разные. Коллеги, мы делаем с вами горизонтальную линию. Вот, вот так будем делать. Вот, то есть, получив вот эту одну точку, мы потом делаем вот такую горизонтальную линию, и часть этой горизонтальной линии является у нас нижней частью ППР. Все. А, вот это то, что мы хотели рассматривать расстояние. Ну, ответ на вопрос должен был вот здесь вот рассказывать. Вот это расстояние между поперечниками, количество поперечников, и как далеко эти поперечники. Но я это рассказал уже на пальцах. Вот эта формула, которая есть в нормативном документе, вот, которая перемножается, и коэффициент запаса. В реальности, коллеги, скорее всего, скорее всего, делаем меньшее. Скорее всего, просто и из непонимания, с какой скоростью сползает вниз по руслу к нашему створу, и из отсутствия исходных данных, для того, чтобы оценить вот эти формы, которые там. Поэтому, еще один минус, который в нормативном документе, там обрисовывается впритык, склейн, к самому глубокому, называется, огибающим впритык. Коллеги, мы делаем запас, мы делаем еще запас вот на те всякие наши незнания, непонимания и другие, и на реальный, возможный размер. Какой размыл? На полширины русла. Вот. Ну, полу высоты гряды, коллеги. То есть, вот, смотрите, у нас есть самая нижняя точка, а еще мы вниз делаем, вот здесь стрелка вниз нарисована такая, незаметно, мы делаем на полу высоты гряды. И высоту гряды, условно, считаем равным 13% от глубины русла, а не воды. Сегодня мы на эту тему говорили. У нас есть глубина русла, это вот бровок до дна, ну, скажем, 3 метра. И у нас есть наполнение воды, полметра, метр, два, три, четыре, и даже выше бровок 5 метров. То есть, наполнение глубины, ну, что вот, 13%. Что это? Это я придумал, это есть в нормативном документе, это такая вот формула высоты гряды. Вот, пол высоты гряды, то есть, грубо говоря, минус 7% еще вычитаем. Ну, а вот эти всякие наши незнания, непонимания. И, коллеги, рисуем вот такую горизонтальную линию. Затем, состыковые, с плановыми информациями из предыдущего раздела, получаем вот такой корынце. И почти всегда, коллеги, у вас будет вот такой ответ, который слева, по этой логике, которую мы рассмотрели. И иногда, в редких случаях, когда, вот, когда у нас река крупная, очень крупная, когда, ну, и река крупная, и у вас есть масса карт, по которым вы можете оценить план, скорость смещения мизофорума. И скорость смещения мизофорума самих мала. Так вот, я выводил пример, там, например, Амур-Кабаровска или, да где угодно Амур, там, Амурска. Вот, то, коллеги, у нас слева так плесик и останется. А тут плесик справа будет, а слева так вот пляжик и останется. Вот, тогда, коллеги, тогда вместо обыкновенной горизонтальной линии, которая будет у вас, коллеги, ну, почти в 99% ваших реальных случаев рисуем гернатальную линию. Когда можем обосновать вот такую вот ступенечку, коллеги, вот, когда можем обосновать ступенечку, когда у нас много карт, определили скорость сползания, выяснили, что скорость сползания мала, мы выяснили, что пляж или побочень у левого берега останется у левого берега. Тогда можно давать вот такую штуку. Потому что давать корыто на Амуре, на Болге, в Низоре, в общем-то, плохо. Коллеги, тогда можно давать вот такое, когда мы можем его обосновать. Так, все. Ну, это я уже в какой-то мере рассказал. Все, это я рассказал вам в этот метод гармошки. Это большие реки, когда у нас есть русловая съемка. Что делаем в поле? Получаем эту русловую съемку. Какие реки? Прямые и извилистые, не меодрирующие. Или в переводе на русский язык, в сети, в которых основные русловые процессы заключаются в сползании мезофор внутри русла. Там тоже могут быть плановые деформации русла, но мы их оцениваем в предыдущем разделе. Здесь главное, чтобы все ползало внутри русла. И ни в коем случае этот метод нельзя использовать для меандрирования, коллеги. Для меандрирования будет другой метод, потому что там не сползает форма русла, а там само русло изменяется. Вот, какой метод? Вот этот, который я сказал. Есть у нас, он в нормативе, на него и ссылаемся. Но немножко его модернизируем. То есть не модернируем, а как улучшаем. Мы не берем оттуда плановые деформации для ВПР, как нарисовано там. То есть ссылка у нас есть на норматив, но мы его еще так продумываем. Принцип единый и результат. У нас обычно три линии, но может быть и более линий, когда вы можете эти более линии обосновать, коллеги. Все. Теперь пытаемся сделать глубинной деформации. Для этого нам нужны исходные данные. То есть что-то с промером глубин. Если находим с промером глубин, то можем делать этим методом. Особенно если, коллеги, вот это у нас. Мы можем сделать вот для такой реки. Если извиняется река, то это другой метод, который расскажу отдельно. Если нет промеров глубин, то это другой метод к малой реке, который расскажу тоже отдельно. Все. Спасибо, коллеги, за внимание. Завтра встречаемся. Рассматриваем ваши участки. И добиваем, я расскажу, последние методы расчета глубинной деформации, которые сегодня не рассказали.